Доброго времени суток! Приветствую вас на своем канале. И предлагаю вам расклад. Это мой второй канал, где расклады на три варианта. Для тех, кто любит расклады по вариантам. Тема нашего расклада сегодня такая, что в эту минуту в его голове. Варианта, как я сказала, будет три. Первый вариант, второй вариант и третий вариант. Кто-то выберет цифру, кто-то, возможно, выберет башмачок, кто-то выберет порядковый номер. Что в эту минуту в его голове. Ну, я думаю, что все, в общем-то, уже знают, кого они хотят посмотреть. Загадали мужчину, загадали башмачок. Кому времени мало, ставьте на паузу, а мы будем начинать. Ну, по первому варианту четверка Пентакли. Что-то у вас не клеится. Мужчина, в общем-то, закрыт, или вы от него закрыты. Нет возможности выйти из зоны собственного комфорта. Возможно, мужчина жадничает. Да, просто вот жлобиться, как говорится, на время, на деньги, на подарки. Ну, вот такой вот он по натуре. Да, мужчина больше рассказывает, как он вас любит и, в общем-то, что вы для него значите. То есть работает языком, как король кубков, который умеет обаять, умеет покорить. Но, в общем-то, дальше этих разговоров, как он вас любит, действий нет. У многих проиграется, что это отношения виртуальные. И мужчина общается с вами ради собственного удовольствия. Ну, давайте посмотрим, есть ли здесь чувства. Ну, вы привлекаете мужчину как в сексуальном плане, как королева жезлов. Яркая, активная, сексуальная. Возможно, он намекает на свидание. Рассказывает, что он скучает, что хотел бы быть с вами вместе. Пытается вас, как бы, знаете, подтолкнуть к свиданию. Здесь, скорее всего, только начало. И мужчина, ну, вот, знаете, какой-то жадноватый явно. Пытается подтолкнуть вас к свиданию, возможно, в парке на скамейке, чтобы понять, подходите вы ему или не подходите. То есть тут вообще, на что же чувствует он к вам? Ну, есть какие-то препятствия к вашим свиданиям. Вы не решаетесь, вас что-то останавливает. Ну, вот, скорее, жлобство вас останавливает. Но он хочет, он вас торопит и очень хочет на свидание. Тут пока чувств каких-то, кроме того, что вы его привлекаете сексуально, я не вижу. Ну, и давайте посмотрим, что в эту минуту в его голове. Ну, мужчина разочарован, потому что у него не получается ничего, потому что вы не соглашаетесь, скорее всего, на свидание. Он вам рассказывает, как вы ему важны, как вы ему нужны, и что он таких до этого не встречал, и как ему одиноко. Но вы, скорее всего, на это свидание не... На которое он очень надеялся, не соглашаетесь. Он обижается на вас, потому что очень хочется с вами свидания. Хотя вы у него на самом деле не одна. Вот у него еще кто-то, скорее всего, есть. Сидит он на двух стульях, злится на вас, что не получается договориться. Ну, и начал уже терять интерес. То есть, скорее всего, что если в ближайшее время вы не согласитесь на это свидание, то мужчина решит, что вы его динамите, что вы к нему холодно относитесь и просто прекратит отношения с вами. Ну, вот такой у нас получился первый вариант. Тут ситуация именно такая. Ну, давайте посмотрим второй. Карта мир. Может говорить о расстоянии, может говорить об интернет-общении, но также может говорить о том, что эти отношения, в общем-то, гармоничные и устраивают обоих. В отношениях есть какие-то недопонимания, возможно, даже отношения зашли в тупик, непонятно, будут проложаться или нет. Есть какая-то ревность, взаимные обиды, взаимная злость и ссоры. Хотя отношения, в общем-то, говорю, устраивают обоих. Тут, возможно, треугольник, да, мужчина женат, женщина нет. Ну, или наоборот. Но, скорее всего, император женат, а королева кубков нет. И вот тут есть ревность. Есть место ревности, есть недопонимание и непонятно, в общем-то, на эмоциях, да, вы злитесь, он злится. Продолжать эти отношения или закончить. Мужчина очень интересуется вами, вы его очень устраиваете в сексуальном плане. На данный момент пауза, возможно, вы не соглашаетесь, поставили какие-то условия. Хотите прозрачности отношений, хотите понимать, на каком свете вы находитесь. У вас явно на глазах розовые очки. Мужчина вами манипулирует. Ему нужны отношения по тройке кубков без обязательств. То есть, в общем-то, как-то вас, ну, вы вот еще как королева кубков, возможно, излишне доверчивы, возможно, излишне сердобольны. Знаете, вы пытаетесь никого не обидеть, пытаетесь сюда войти в положение другого и очень часто за это, в общем-то, наказываете сами себя. Ну, и что в эту минуту в его голове? Давайте посмотрим. Мужчина хочет, ему нравится с вами быть вместе, ему нравится, вам нравится, да, он с вами, когда, возможно, император и королева кубков, мужчина может быть старше, ему очень лестно ваше внимание, когда вы вместе с ним, у него очень поднимается сама оценка. Сейчас отношения подвисли, он надеется на какие-то перемены, потому что его надеется вас уговорить на эти отношения, потому что очень соскучился, да, по жезлам очень сильное притяжение, хочет поговорить, надеется на то, что все изменится. Но эти отношения должны быть тайными, да, то есть, в общем-то, он не собирается, если вы поругались из-за того, что вы хотите, чтобы он сделал какой-то выбор, выбора делать он не будет, потому что эти отношения возможны только как тайные, обманные, да, в тайне от всех, по-другому не получится, по-другому это невозможно. То есть, для тех, кто, в общем-то, если у вас ссора получилась из-за того, что вы хотите, чтобы эти отношения мужчина сделал, в общем-то, ну, вывел вас в свет, да, то этого не будет, он намерен эти отношения держать в тайне. Ну, вот такой вот получился у нас второй вариант. Вариант номер три. Тут пятерка кубков, тут кризис в отношениях, кризис в чувствах, возможно, у обоих сожаление о том, что вообще они ввязались в эти отношения, да, по этой карте очень часто, знаете, вот я не думала, что он такой, а почему он так со мной, то же самое мужчина думает, вот я не думала, что она такая, я думала, она лучше, она не такая, ну, в общем, как-то так. Есть ревность, есть недоверие, есть слежка. Мужчина хочет проявляться как мах, чтобы у него было все, а за это ему ничего не было. Ну, как бы, с одной стороны, следит за вами, с другой стороны, его очень тянет к вам. Тут, знаете, вот, с одной стороны, да, вот он хочет, чтобы вы были вместе, а с другой стороны, не хочет вам ничего обещать. Хочет свиданий, хочет любви, но что-то не получается, отношения пробуксовывают. Между вами башня, хотя, в общем-то, чувства есть, но он чувствует себя загнанным в угол, поэтому бесится. Маг вообще такой человек, который носится со своей свободой, да, как списанная торба, и все, что угодно, только не оказаться под каблуком. Ну, вот, видите, вот. С одной стороны, хочет видеть, с другой стороны, бесится. Вы для этого мужчины много значите, вы для него императрица, ему очень важно ваше присутствие в его жизни, ваше внимание, ваша реакция на него. То есть, в общем-то, мужчина от вас зависим, но сам себе в этом признаться не хочет, как любой маг. И, в общем-то, как только вы начинаете разговоры о серьезных отношениях, прячется в кусты. Вы его очень привлекаете, как женщина, но хочется отношений без обязательств, по-легкому. Что у него сейчас, да, что он думает о том, что не понимает вас, не понимает, зачем вы так себя ведете, относится вам, что вы ведете себя, как маленькая, да, вам и так хорошо вместе, это очень удобные, комфортные отношения для обоих. Зачем вы все сами рушите? Ведь вы умная женщина, да? Он хочет, чтобы... Он мечтает о вас, вы не выходите у него из головы. Надеется, что все-таки будет так, как ему нужно по колесу фортуны, потому что не готов делать выбор, но тут явно выбор не между женщинами, а тут мужчина просто не готов к серьезным отношениям. Ну, надеется, что все, в общем-то, как-то устаканится, потому что ему удастся с вас, с вами как-то договориться, потому что вы действительно для него много значите, и он не хотел бы вас терять. Да, он любит вас, но очень боится ответственности. Ой. Ну, вот такой у нас получился расклад. Спасибо всем, кто досмотрел меня до конца. Спасибо за лайки. Спасибо за комментарии. Спасибо за то, что вы со мной. Всего хорошего. До следующего расклада.